В каких формах лучше изготавливать шоколадные полусферы? Магазины предлагают огромное количество вариантов. Самые ровные и, конечно, блестящие полусферы получаются из поликарбонатных форм. Силиконовые формы гораздо бюджетнее, но в них тоже можно изготавливать шоколадные шары. Разница в том, что в силиконовых формах шары получаются матовыми, и работать с ними менее удобно, так как они более гибкие. Самое главное, подбирайте формы с острыми краями у полусфер. Благодаря этому, после склеивания двух полусфер, стыка будет практически незаметна. Не стоит слишком долго подтапливать каждую деталь, иначе они станут разного размера. Если в процессе склеивания образовались неровности, их можно скрыть растопленным шоколадом. Правильно затемперированный шоколад будет легко отходить от форм, поэтому следите в процессе работы за его температурой. Я окрашиваю фигуры в перчатках, насыпав небольшое количество кондурина либо глиттера. Ну и, как всегда, крепим шоколадные детали с помощью растопленного шоколада и фризера. А как у вас обстоят дела с темперированием шоколада и шоколадными шариками? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!